На Фадеева водитель мусоровоза устроил настоящие гонки на выживание. Он несколько раз протаранил попутный микроавтобус, в результате чего последний прекратил своё существование в качестве средства передвижения. Toyota Noh и мусоровоз двигались по Фадеево в одном направлении, с тихой на луговую. Автомобили шли параллельно, скорость их была около 20 км в час. В какой-то момент водитель микрика немного прибавил газу и, обогнав мусоровоз, поехал дальше. Мы ехали в сторону Гавлова. Он ехал тоже параллельно с нами. Мы его обогнали. Он ехал в Крыму 20. И мы тоже сами почти ехали. Потом он по правой полосе, ближе к бортуру ехал. Мы его обогнали и поехали дальше. Ни с того, ни с сего. Он нас догоняет. И по правой, вот правой получается, сбивает зеркало, ну вот так вот стёсывает, как бы по касательной. И поехал. Мы ему пи-пи-пи-пи. Мы думали, может, случайно он или что. Он не останавливается. Мы его догнали, но скорость небольшая. Однако всё происходящее, похоже, разозлило водителя мусоровоза. Остановившись и дождавшись, пока рулевой Toyota выйдет из машины, мужчина сдал назад и, увеличив скорость, на полном ходу, ещё раз врезался в ног. Разбив микроавтобус, водитель грузовика с чувством выполненного долга уехал. Однако ненадолго. Развернувшись на ближайшем переулке, мужчина вернулся. Мы в машине с бабушкой сидели. Паша-то вышел, а мы в машине с бабушкой. Он нас вот так протарал, мы развернулись, а здесь вот встали. Ну, встали, а он уехал. Мы встали, стоит, смотрим, ну, вызывать, кого-то вызывать, что-то это, ну, суетимся вот там, около травы. Смотрим, а он возвращается. Возвращается, опять таранит машину. Потом сам развернулся, опять таранит, там развернулся, опять таранит. Избиение микроавтобуса продолжалось около 15 минут. Затем неадекватный автомобилист вылез из-за руля и с угрожающим видом направился в направлении шокированного экипажа Ноха. И потом вот так вот оттуда отъехал, выбежал из машины и пошел на нашу сторону. А машина-то едет по этой пункте сама себе. Да, он даже не заглушил ее или что. Она едет себе. Остановилась вот такая вот эта вот квартира, которая там. Так он тогда начал на 40 метров стоять около машины. Это мы вот скотить успели с бабушкой. Да, в драку, в другую. Паша тоже вот, он ее вот так вот колбасил, колбасил. Однако в драку водитель мусоровозом не полез. В результате водитель Судзо воспользовался всеобщим замешательством и просто сбежал, бросив служебную машину на дороге. В результате ДТП нос посадал очень сильно. Если виновника ДТП найдут, то его придется выплачивать. Суновление ног не восхищает. Сейчас полицейские заняты поисками водителя. Стражи порядка не исключают, что в момент аварии мужчина находился под действием каких-то препаратов. Продолжение следует...